Громкая премьера этой весны. На нашем канале продолжается показ многосерийного фильма «Зулиха открывает глаза», снятый по бестселлеру Гюзель Яхиной. Фильм о судьбе татарской крестьянки, прошедшей бездушную мясорубку сталинских репрессий, коллективизацию, раскулачивание и ссылку, но не разучившейся прощать и любить. С режимом, описанным в этом кино, столкнулись многие народы, в том числе и карачаевские. Но в первую очередь, это история о человеке, прошедшем путь длиною в жизнь, от безмолвной рабыни к наделенной невероятной силой женщине, матери и личности. О жизненном пути Зулихи в материале Бэйлы Джозаевой. Зулиха! 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 Зулиха открывает глаза. И вместе с ней открывают глаза миллионы людей. Они проживают каждый новый день вместе с ней. Эта история не оставляет возможности остаться равнодушным. Телесериал с первого дня полюбился зрителю, и интерес к драме продолжает расти. Сериал смотрят, его героям сопереживают. Из каждой новой серии число тех, кто вместе с Зулихой отправляется в этот тернистый и сложный путь, становится больше. Есть и те, кто обвиняет фильм в очернении эпохи коллективизации, попытке выставить весь советский период исключительно в мрачных тонах. Авторы книги и картина убеждены в обратном. Раскулачивание и коллективизация действительно показаны как личная трагедия миллионов человек, но только потому, что эти миллионы действительно были. Есть кадры, которые действительно показывают класс фильма. Например, сняты без склейки кадр, где показывают маленького мальчика, сидящего на дереве, а под деревом бегают волки. Или кадр, где крупно показан медведь, бродящий по тайге с героями на заднем плане. Или очень красивые съемки пробега главного героя по лесу сплаву. Повесть длиной в 16 лет снимали два года. Снимали под палящим солнцем и в лёты и морозы. В кино представлен блестящий актерский состав Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересиль, Роман Мадянов, Евгений Морозов. Режиссер фильма Егор Анашкин справился со своей задачей великолепно. Достоверность в каждом кадре. И главное достоинство сериала – никого не обвинять и ни за кого не заступаться. Показать, как пережить потери, не сломаться под гнетом жестокой несправедливости, не озлобиться, не отчаяться. Сохранить свою душу и способность любить. Лагерь смерти. И людей сюда посылали умирать. И то, что они выжили, потому что у них хватило сил, духу противостоять этой чудовищной сталинской политике. Но и главное – Зулиха с её женской силой и женской слабостью. Священным материнством на фоне трудового лагеря, этого адского заповедника. Женщина, которая нашла в себе силы и мужество всё пережить и простить своего врага. Это фильм о том, что надо оставаться человеком во все времена, при любых тяжестях. Почему она выжила, Зулиха? Потому что у неё не было злости в душе. Как бы её не унижали, не оскорбляли, через какие бы она потрясения не прошла, она осталась человеком. Она ни на кого не вылила вот эту свою злость. Она вырастила ребёнка. И с другой стороны – это история человеческого духа, умение человека выжить в самых нечеловеческих условиях и ответственности каждого человека за то, что происходит рядом. С премьерой посмотрели с большим удовольствием. Глаза Чулпан передали все эмоции. Спасибо за эмоции и переживания. Гузель, очень люблю ваши книги. С нетерпением жду третий роман. Спасибо за фильм. Это действительно полный метр и искусство. Важно говорить на эти темы, чтобы все знали, и это никогда не повторилось. Первая серия стряхивает душу. Всё изнутри сжимается от боли. Спасибо за молчаливую игру, великолепная музыка. На глазах были слёзы. Фильм и его герои раскрываются зрителям постепенно. Но они успевают нам показать, как даже очень большое горе может стать началом будущего счастья. Как созвучна эта мысль нашей нынешней ситуации. Так будем черпать в мужестве главной героини и её товарищей по несчастью силы для преодоления и оптимизма. Была Джозева, Алиба Станов, Вести Карачаева, Черкесия.